здравствуйте друзья сегодня подкаст вот на какую тему знаете как определить реальный вес и значимость того что говорит какой-то человек насколько серьезно вы способны его воспринимать насколько серьезно его слова не действует ли на вас антураж какие-то внешние факторы в свое время в какой-то передаче уважаемый мной александр невзоров сказал он говорил это про священнослужителей что если вы представите себе священника не в рясе не с христом уж тем более не в парадном какой-нибудь облачение и не в ситуации в которой он обычно находится и в которой вы привыкли воспринимать его как служителя культа будем так это рассматривать а он будет одет в джинсы футболку в кроссовки то возможно и вес его слов и и вот басок как они любят басить не произведет на возложенного впечатления и уж особенно те вещи которые он будет вам говорить про хождение по воде и что-то еще без контекста к библии которая тоже на вас оказывает особое влияние когда речь об этом идет вы воспримите несерьезно например вот я слышал такой такую интересную сентенцию что если даже два верующих человека будут беседовать между собой истинно верующих и один скажет что вчера видел бога то другой ему не поверит примаете очень важен контекст а здесь получается найти даже два верующих человека не поверят как же может поверить предложим неверующий когда с ним беседует верующий человек о том что он что-то видел да вы понимаете идею но я разговор хочу повести сейчас не об этом просто на примере религии это очень явственно я поведу пример поведу речь на примере боевых искусств насколько значимым и знаковым является там одеяние мастеров боевых искусств когда мы видим мастера боевых искусств который одет в кимоно в каратеге например да с черным потрепанным поясом определенной ситуации в доджио когда сзади него алтарь значит шо мэн там висят какие-то к кимона есть героглифы табличка там все такое прочее это создает определенный ареал что это не как некое подобие храма что это как не как некое подобие секты подобию культа человек который посвящен в этот культ он к этому делу приобщается на него весь этот антураж начинает очень сильно влиять однозначно совершенно от этого не уйти никуда потому что если поместить огурец свежий в бочку с солеными как бы он не сопротивлялся в итоге он все равно станет тоже соленым и поэтому если долго так окучивать человека то он со временем начнет верить в то что ему казалось даже не рационально так вот на самом деле поэтому мастерам тому как они делают что-то или говорят часто придается повышенная значимость и действием их и словам только в силу того что люди готовы это воспринимать подобным образом то есть вникать внимать потому что все заранее было для этого предопределено то есть пригласили мастера обозначили кто такой рассказали ему историю легенды вы придумали про него в итоге какую бы чудо даже стоит и такое тоже бывает он бы не буробил все это воспринимается либо как просто как апатировать хочет ли пошутил или мы неправильно поняли это или это выдрано из контекста если бы это сказал бы кто-то другой искали кто-то человек с ума сошел понимаете так вот я всегда предлагаю вам для того чтобы уйти от этого тоже представить что мастер или человек который вам преподносит как какого-то мастера вот вы приехали на семинар и он определенном костюме определенных регалиях абстрагироваться от этого представьте что он напротив вас в джинсах или в трико футболки вот просто вот 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 он просто перед вами вы сидите просто беседовать не упадет ли вот это вот смотрите корона с его головы ты за этого не перестанете ли вы видеть ним вот я хочу сказать что если у человека есть реальная харизма и слова ему действительно что-то значит он действительно представляет из себя что-то то даже как бы он не был одет в какой бы контексте в каком бы контексте не преподносились его слова то есть он бы самых не говорил какой не было бы окружающая ситуация вы почувствуете однозначно что стоит задуматься над тем что человек говорит и что преподносит вот я хочу сказать что на моем опыте не раз у меня с глаз опадали шоры когда я применял подобную технику я ездил на самые разные семинары к самым разным мастерам не обязательно карате это были всякого рода разные мастера в том числе и так называемые бесконтактного боя мастера ножевого боя всяких систем снова модных вот и конечно когда абстрагируешься от того что вот это вот мастер он там может он там делал мы сами видели как он там вот это все мимо и просто с ним контактируешь представив его в обычной банальной ситуации одетым футбол или с голым торсом там иногда даже достаточно просто человеку представить с голым торсом в виде его чедушное тело и динамику его тела потому что чедушное тело еще ни о чем не говорит человека может быть прекрасные биомеханика который вообще позволяет одними костями такие чудеса творить что-то нормально хватит жилы костей чтобы обладать чудовищной силой и отличным ударом там ударный техник и все но конечно когда на такую вешалку надевается кимоно то знаете он совершенно по другому выглядит это как скелет на который надели супер модную там одежду от гуч и он превратился в классный манекен на котором классно смотрится это вот одежда и мы смотрим уже не на мастера а на том как на нем кимоно сидит и на его кимоно и на его темный пояс и так далее все это не так вот поэтому освобождайтесь от этих иллюзий и реально если честно пытайтесь общаться с мастерами вне пределах дудзю вам многое про них станет а понятно об многих вы сохраните свое впечатление как о выдающихся людях об уважаемых которые много сделали и которые много могут на самом деле но у вас пропадет вот этого идеализация что они во всем прям какие-то небожители то обычные люди на самом деле которые просто умеют кое-что делать лучше чем другие вот это вот очень важный момент почему я часто об этом говорю потому что развиваться и реально расти самостоятельно совершенствоваться можно только тогда когда нету таких авторитетов которые сжимают тугим кольцом ваше саморазвитие если вы закомплексованы в том плане что вы должны быть как кто-то то вы точно не станете никогда сами собой никогда не разобьетесь да есть такие периоды когда начальном этапе нужно делать все так как говорят подражать мастер и так далее но когда-то наступает такой момент когда необходимо начинать действовать самому когда вы сами становитесь мастером вы должны действовать как мастер а не как не знаю какой-то лошарик ну что ж я думаю что я то что хотел сказал чаще представляете людей в простой одежде и вне контекста где они обладают атрибутами силы всякими халатами красивыми всякими побрякушками четками чем-то там еще какие-то поясами это все ерунда это только мешает и сами не стремитесь к этой вот атрибутики вы должны уметь работать как в кимоно так и без кимоно если вам для того чтобы тренироваться надо облачиться в кимоно и без него вы чувствуете что вы плохо тренируетесь значит вы пошли по неверной дорожке значит вы тренируете ваше кимоно а себя не тренируете поймите это вы станете со временем таким именно мастером который в футболке будет выглядеть как полный лошара салют